Здравствуйте! Для этого создается республиканский штаб по контролю за реализацией федерального закона о минимальном размере оплаты с привлечением органов прокуратуры и Рострудинспекции, обратиться в который можно вред в случае, если размер заплаты не отвечает закону. И самое главное, чего мы должны добиться, это каждый человек должен знать, что с 1 января текущего года минимальная зарплата со включением налогов, включая НДФЛ, не должна быть менее 23 723 рублей, а с 1 января не менее 27 900 рублей. Поэтому вот этот ключевой момент, и каждый человек, который будет трудоустраиваться, должен требовать эту сумму, и соответственно и работодатели должны знать. На реализацию инвестиционных проектов Якутии с федерального бюджета было привлечено порядка 4 миллиардов рублей. Предварительные итоги за прошедший год подводит Министерство финансов республики. Бюджет реализован ниже плана на 10 миллиардов. Причина этого – неисполнение плана по налогу на прибыль. Прогнозы курса рубля к курсу доллара были неоправданы. Это сказалось на экономике и предприятии налогоплательщиков. Валерий Жандоров сообщил, что в этом году будет продолжена работа по устранению задолженности бюджетных учреждений республики. Министр подчеркнул, 4 миллиарда рублей из федерального бюджета были направлены на ликвидацию второй смены в школах и на программу переселения из ветхого жилфонда. Существенное изменение в экономике дало поступление субсидий в размере 14 миллиардов рублей на решение задачи снижения энерготарифов. Глава ведомства прокомментировал ситуацию с госдолгом. Итогами 2017 года, как я говорил, дохода-расхода также являются итоги объемов государственного долга. Он составил на 1 января 2018 года 51,8 миллиарда рублей, что составляет 46% от уровня собственных налоговых и неналоговых доходов. Именно этот параметр, вы правильно говорите, контролируется Минфином России. Этот параметр позволяет нам быть в первой группе региона с высокой долговой устойчивостью. Поэтому мы считаем, мы и всегда соблюдали эти параметры и по итогам 2017 года тоже выдерживаем. Также сегодня с годовым отчетом выступил министр экономики Михаил Осипов. В целом, все задачи по деятельности министерства в 2017 году по своим основным направлениям выполнены. Достигнуты все экономические показатели. В 2018 году в министерстве планируют сформировать новый состав общественного совета. Будет продолжено обсуждение стратегии 2030 с вовлечением федеральной и республиканской научной общественности. Также по новому указу руководителя региона будет создан Центр управления изменениями, где главную координирующую функцию будет нести министерство экономики. В 2018 году это позволит в определенной степени оптимизировать неэффективные затраты, выстроить более оптимальную организацию труда между ведомствами. Самая главная задача – мы должны системно и правильно определиться, в каком направлении, с учетом текущего состояния дел, мы должны продвинуться именно в части взаимодействия между органами власти. Есть определенное дублирование. Это касается как самих органов, так и подведомственных учреждений. Глава Нерюнгрия Леонид Олейник провел ежегодный отчет перед населением и рассказал о достигнутых успехах и планах на будущее. Минувший 2017 год для столицы Южной Якутии города Нерюнгри, как и для многих моногородов России, был весьма насыщенным и плодотворным. Удалось реализовать и защитить 18 жизненно необходимых программ для его развития. Среди важнейших, такие как программа формирования современной городской среды, программа комплексного развития моногорода Нерюнгри, совместный проект с фондом капитального ремонта по замене 139 лифтов, программные мероприятия «Пяти шагов благоустройства» и активная фаза реализации программы переселения из аварийного жилфонда. С каждым годом наблюдается все большая уверенность горожан в их выборе главы города Нерюнгри. Если раньше при наличии массы неразрешенных проблем, которые перешли от предыдущих руководителей на долю Леонида Олейник, люди во время отчетов без разбора обвиняли во всем действующую власть, то по истечению первого срока мэра сегодня наблюдается неподдельная благодарность и уважение за то, что удалось реализовать и воплотить в жизнь. Абсолютно полные объективные ответы, ответы с замечательной перспективой для нашего города. Он, если принял, уже не отступается, выполняет до конца. В принципе, с таким руководителем достигнем результатов. Сегодня в Нерюнгри на высоком уровне находятся культура, спорт и молодежная политика. Стоит также отметить, что многие вопросы, которые прежде звучали как традиционные, в этом году не поднимались. И это означает, что они были решены и сняты с повестки. Это лучший показатель работы главы города и городской администрации. В течение отведенного времени главе города удалось ответить на десятки поставленных тем, а также поручить специалистам Нерюнгринской городской администрации и разрешить те задачи, которые требуют наиболее тщательного анализа. Игорь Акимов, Айя Ломосов, НВК Саха, Нерюнгри. Продолжаем выпуск. В сфере образования Якутии 2018 год объявлен Годом науки. Об этом в рамках январского совещания работников образования сообщил министр ведомства. О целях и задачах объявленного года узнавала Марьяна Кутукова. Год науки логично продолжил Год народного учителя СССР Михаила Алексеева. Михаил Андреевич запомнился тем, что уделял пристальное внимание развитию именно исследовательских качеств учеников. И объявленный год будет ознаменован комплексными научными исследованиями. В рамках комплексных исследований мы должны затронуть ряд тематик, которые касаются социально-экономического развития республики и дать возможность иметь научное такое обоснование направлений развития нашей республики. Что касается молодежи и юношества, мы должны достигнуть задачи вовлечь в научное творчество нашу молодежь. В год науки Якутия стремится наладить взаимодействие с ведущими образовательными организациями мира. Механизм отработают на международных интеллектуальных играх, которые пройдут этим летом в Якутске. Мы хотим создать международное сетевое сообщество, которые войдут в ведущие образовательные организации со всего мира. И наши школы будут работать над проектами, будут совместными проектами, будут различные образовательные обмены. И таким образом мы хотим интегрироваться в мировое образовательное пространство. Развитие научно-исследовательской работы невозможно без подготовленных специалистов. Кадровый потенциал Якутии высок. В детских садах и школах детей обучают кандидаты педагогических, психологических, биологических и других наук. Но несмотря на это, в год науки подготовка педагогов будет усилена. Учителя и воспитатели пройдут обучение на базе Академии наук, Малой Академии наук, Института образования и повышения квалификации, а также Северо-Восточного федерального университета. Аспирантура, докторантура, магистратура дают очень хорошую интересную базу самого системного мышления. Поэтому мы рекомендуем всем учителям, воспитателям пройти магистратуру, пройти аспирантуру. Потому что высшее учебное, высшее образование это все-таки фундаментальное образование дает. А магистратура, аспирантура дает исследовательское мышление, которое необходимо любому специалисту в сфере образования и науки Уштимбурга. Также основными задачами на 2018 год назвали расширение сети детских технопарков, открытие сети школ Илдархан, инновационных лабораторий в новых центрах. Это Дети Арктики и Малая Академия наук. Марьяна Кутукова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск. Жилищный вопрос многодетной матери, которую грозили выселить из квартиры покойного мужа, решился в ее пользу. Валентина Сокольникова получила право дальнейшего проживания в доме. В эфире нашего телеканала мы рассказывали историю вдовы с четырьмя детьми. В начале января, по ее словам, к ней пришли работники отдела социальной опеки города Якутска и пригрозили выселить ее в течение трех месяцев. Мотивировали свои действия тем, что квартира была предоставлена ее мужу в спецнайм по программе обеспечения жильем детей-сирот. А по закону в таком случае не может быть наследников. Однако в ходе нашего расследования оказалось, что их совместный ребенок был уже вписан в договор найма, а значит имел регистрацию в квартире. 22 января комиссия мэрии провела проверку, где учла все детали ситуации, в том числе и последний приведенный факт. Комиссия по решению жильщинных вопросов детей-сирот приняла решение о том, чтобы сохранить право проживания и пользования Сокольниковой. Коли такое решение принято о сохранении за ними непризнания, вот именно сохранения права проживания и пользования, ну, ссылается в то, что там они фактически проживали, да, в дальнейшем будет вопрос регистрации по данному месту жительства, ну, зависит от того, какое будет желание Сокольниковой, Временная регистрация, постоянная регистрация. Этот вопрос также будет решен, можно сказать, в индивидуальном порядке. И так, если говорить о сроках проживания, то они бессрочны. И в завершении выпуска агропромышленный комплекс появится в заречных поселениях Ангаласского района. Об этом заявил глава второго жемконского наслега. Он может быть создан на базе действующих сельскохозяйственных предприятий. С подробностями Виолетта Засимова. Сельскохозяйственный производственный кооператив Сайды начал свою деятельность с 2014 года в селе Киртлем второго жемконского наслега. Тогда хозяйственным способом при поддержке сельчан местной и районной администрации был построен коровник на 120 скотомест. Начиналось все с 12 буренок. Теперь их количество составляет 187 голов. Сейчас вот рядышком стоит коровник старый. Он вообще с советских времен коровник. Мы его отремонтировали, маленько утеплили и там уже зимует молотняк наш. Если в первый раз построить коровник удалось собственными силами, то во второй раз это уже вряд ли получится. Необходима поддержка республики. Сейчас, когда многие частники отказываются от содержания коров и поголовье крупного рогатого скота сокращается, новый коровник дал бы толчок к развитию мясомолочного скотоводства в наслеге. Рядом Хачикатский наслег, там такое мощное предприятие СХПК Хачиката, Куприяна Барабан Михайлович. У него зерновое хозяйство. А рядом с другой стороны, первый Жемконский наслег, там уже развивается переработка. И как бы взаимосвязь, чтобы зерновое переработка и мы... Дополнительным преимуществом можно назвать географическое расположение заречных наслегов района. Рядом федеральная автодорога Лена, поселок Нижний Бестях, города Якутск и Покровск. И, несомненно, новый коровник – это новые рабочие места для сельчан. К сожалению, в нынешнем коровнике практически отсутствует механизация, что отталкивает потенциальную рабочую силу, особенно молодежь. У нас сейчас ручной труд, но желающих работать руками мало. Если все механизировать, желающих было бы больше. Например, сейчас мы сами вывозим навоз, доим, обеспечиваем кормом водой. Поддерживают ли эти перспективные планы главы других наслегов заречной стороны и руководители кооперативов Самарта и Хачикат, нам неизвестно. Но если доводы главы второго Жемконского наслега Александра Константинова окажутся верны, и республика пойдет им навстречу, то сельское хозяйство в Хангалацком Лусе может выйти на новый уровень развития. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Александр Ярков, НВК САХ, Хангалацкий УЛУС. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК САХ и САХ24. Еще больше информации на интернет-портале nvk.defis.online.ru. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok